Всем привет! Всем доброе утро! Вот такая вот погода в Германии. Смотрите, сегодня как темно. Вчера было плюс 40, а сегодня, наверное, плюс 20. Зато в тепличке сейчас будет хорошо. Вот так у меня выглядят здесь теплички. Помидорки цветут. Не знаю, это хорошо они цветут или не очень, не знаю. Но я довольна, мне нравится. Здесь огурчики завязываются. Мы уже съели три больших огурца. Такие салат огурцам, которые такие сантиметров по 20, наверное, были. Здесь тоже вон какие-то корявенькие. Растут, я не знаю, что они такие корявенькие, но, по крайней мере, есть. Здесь следующая партия. С этого куста я уже сорвала три больших огурца. Это вот следующие. Уже три подрастают. Смотрите, куда он у меня. Я его уже, смотрите, как сделала. Он у меня дальше туда поползет. Будет плестись. В общем, не знаю. Это что? Не знаю. Помидорки. Такие. Такие. Сейчас пойдем, я вам еще на улице покажу. Это маленький черри томатный. Я уже здесь везде поотрезала. Ну, саму кисть помидор мне жалко теперь отрезать. А кусты, в общем, я здесь уже все укоротила. Видите? На улице помидорки я вчера здесь все подпушила и еще подсыпала все травой, чтобы влага на дольше сохранялась. Вот они какие красивые кусты стоят. Зелено, по крайней мере, очень красиво. Смотрите, Володя, как подстриг эти кусты. Я не знаю, мне не нравится. Всю красоту отстриг. Я говорю, я только тут последний раз видео снимала, так красиво было. Ну, уже, короче, красиво нет. Смотрите, пасынки постоянно отрываю. Опять пасынок. Это тоже пасынок. Или? Нет, здесь теперь помидорки цветут. Не буду отрывать вот так отрываю. Ой, я не знаю, мне всегда так жалко все отрывать. Кто бы только знал. У нас сегодня аж на ветер такой на улице прохладненький. Володя штраму косил. Малинка. Дети покушали всю малинку? Ну, хорошо, хоть немножечко поели. Малинка. В общем, обходим территорию. Здесь тоже спеет малина. В комментариях мне уже кое-кто написал, что у них идет дождь. У нас дождя нет. Сейчас посмотрим еще вот здесь. Смотрите, кстати, у меня этот куст начал заново цвести. Я его удобряла. И вот эти вот все, которые отцветают, я тоже периодически убираю. Очень много ему нужна воды. Он прям любит воду. Но сейчас, наверное, ему как раз хорошо. Ну, ладно, цветет красиво. Такой вот куст. Ладно, уже посмотрим эти огурчики тоже. Здесь уже тоже зависть пошла. Вот они. Я их постоянно подкручиваю здесь. Видите, вот этот вот. Ой. Ну, одной рукой, конечно, это неудобно делать. Я обычно, когда собачками утром гуляю, смотрю, где что нужно подкрутить и подкручиваю. Ну, главное, еще не поломать. А то мне еще ж так жалко. Что-нибудь оторвать или что-нибудь поломать. Ну. Что-то. Ну, ладно, будем ждать урожая. Пепперони мой вроде бы тоже начинает более-менее разрастаться. Вот эти вот все кучерявые листочки. Может, отрывать? Отрываю. Ну, новые росточки уже более-менее нормальные. Пошли. Здесь, между прочим, уже пепперони. Но это зеленые пепперони. Видите уже, какие пепперончики. О, мы же там не посмотрели баклажан. Сейчас пойдем опять в теплицу смотреть баклажан. Ну, эта пепперони уже цветет. А вот эта красная пепперони, что-то здесь еще не видно. Нигде не вижу, где она там начинает свести или не начинает. Ладно, где-то здесь баклажан, который должен цвести. Вот он цветет. Цветет. Красиво так цветет. Здесь тоже будет. Ну, не знаю, вырастет здесь что-нибудь или нет. Их тоже там как-то надо правильно формировать. Я видео смотрела. Ну, у меня один вкус. Посмотрим, что из него будет. Кстати, он уже такой тоже большой, да? Здесь тоже, кстати, это паприка. И здесь тоже паприка. А вот эти вот, которые мне свекровь дала, что-то они такие длинные растут. И ничего, на них нет ни цветов, ничего. Но пока что еще не цветут. Ну, может быть, за цветут посмотрим. Сонечка, солнышко ты мое. Лежишь, отдыхаешь. Жорочка пришел. Да, лежите. Отдыхаете. Да? Соня не хочет на улицу выходить в такую погоду, да, Соль? Соня у нас нелюбительница. Вот на солнышке. Так, Соня. Соня, что ты себя так плохо ведешь? Ну-ка, Жорка, не докапывайся до нее. Не, ну ты посмотри, какой я, Жорик. Не, смотри, что делает. Не, ну что делает, а? Ты мое прелесть. Я получила посылку. Сейчас будем открывать. Так. Я знаю, что у нас. Это мы с Кариной заказали. Просто сейчас будем делать примерочку. Не мне. Если мне пришло то, что нужно. Мы просто два заказа делали. Да. Подарочки. Собачка. И я заказала вот такую вот, такой раствор, который убивает, ну, запах животных. В общем, если когда куда-нибудь собачки или кошечки напитили, и от этого запаха потом очень тяжело избавиться, вот эта вот жидкость, очень хорошая. Я почему заказала? Потому что, ну, у нас же были другие собачки, ну, Каринные собаки, щенки. Меня спрашивали в комментариях, просто я сказала, что на улице я партиями гуляю. Сначала с двумя маленькими, потом со своими. Меня в комментариях спросили, а вы что, их друг другу не показывали? Нет, в доме они были все вместе, показывала, они друг друга видели, не дрались, не ругались, вели себя очень даже хорошо. Но мне просто на улице было тяжело. Карина же уехала к подружке своей. И как раз, когда мы гуляли вечером, ну, или когда мы в течение дня гуляла я с собачками на улице, я брала сначала одних, потом других. Ну, чтобы они у меня, знаете, не разбежались в разные стороны, у нас же здесь дорога рядом. А это я хочу, так, для профилактики дома все побрызгать, чтобы у меня же еще коты, ну, чтобы мне кто-нибудь где-нибудь не начал здесь что-нибудь метить. И я не помню, сколько оно стоит. Карина, потому что заказывала в пределах, в пределах скольки, ну, в пределах 15-20 евро, я не знаю точно. А вот эти вот сейчас снаряды, новые, мы будем мерить. Жалко, пойдешь первый, пойдем, 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 пойдем. Идем, пойдем, иди ко мне, мой хороший. Иди ко мне, мой хороший. Прыгай! Ой, жук, сейчас возьму его. Сейчас будем мерить, смотрите, вот такая вот шлейка, или как это правильно назвать. Иди сюда. У меня были такие черные, я просто сделала, ну, вот ошейник отдела, потому что вот с этой шлейки, вот с этой, у собак есть такое свойство вылазить. И они могут вылезти прям где-нибудь на улице. Ну и что, муха? Ой, немножко большеватая. Жорочка. Что-то большеватая она такая. Какой мы размер заказали. Ну-ка. Иди сюда, красиво посмотрим на тебя. Дай кусик. Ну, мы заказали, по-моему, S. Надо было что, XS заказывать. Тут-то прям... Ладно, я сейчас покажу Карине еще, потом разберемся. Соня, пойдешь тоже померишь? Здесь я просто еще такой же поводок в цвет. Небольшое что-то, мне кажется. Здесь еще прям поводок такой же в цвет. Нет, большая она. А там нигде она не подтягивается. Соня, не будем мерить. Мы одинаковый размер заказали от Сони идет. Иди, мой хороший, иди ко мне. Иди. Пойдешь? Пойдешь? Ну, пойдем тебе тоже померяй. Пошли. Померяем? Ну, что-то мы мерили, мерили. И все равно, смотрите, что-то я считаю, что это большая ему. И когда большая, она как-то некрасиво смотрится. Придется. Что, менять будем, что ли? Ой. Я тогда другую открывать тоже не буду, потому что они одинаковые. Ах, подожди. Мы тут можем дальше застегнуть до конца. Ах, я липучку до конца не застегнула. О, нет, все нормально. Желечка, все теперь будет нормально. Ой, блин, не дышит, а. Не дышит. Иди сюда, иди сюда. Поймала я тебя, поймала я тебя. Пойдем тоже побери. Пойдем побери. Стой. Стой. Ты вообще раньше только в таких ходила. Ты уже из двух или из трех даже выросла. Давай померяем Соне тоже. Давай. Уйти, мой красавец. А, все, нормально. Я не до конца, оказывается, застегнула. Да? Моя ты прелесть. Как я вас люблю. Иди, мой сладкий, сюда. Иди, мой сладкий, сюда. Вот так. Вот так вот я их люблю. Вот так я их люблю сильно-сильно, да? Жара, подожди, я тебя немножко туда расслабил. Вот мы вам какую примерочку сегодня устроили. Подожди. Ну, все. Что, Соня, тебе не нравится? Ты уже отвыкла? Ну, походите так немножко. Походите. Иди, мой сладенький. Иди, мой хорошенький. Да? Хорошенький такой. Ну, давайте, походите. Да, красавцы мои. И новые поводки. В общем, это был такой наборчик. По-моему, мы с Кариной заказали С. Да, С написано. Такой наборчик стоит, по-моему, 15 или 16. Все, я Карина заказала, поэтому я не сильно знаю. Все. Теперь пойдем на улицу. Господи, что-то трясешься, а? Теперь пойдем в новом мундировании на улицу. Подожди, теперь что-то немножко тебе тут... Все. Хорошо теперь. Саня, тебе как? Мам, прелесть. Чему хорошенький. Все, ладно, пошли дальше делами заниматься. Все. Сейчас на почту поедем еще. Смотрите, сегодня у меня вот такая вот рамочка на Кристины. Вот такой подарочек. Мне прям очень понравилось. Мы решили сделать просто на материале все вышедшее, без памперсов. Потому что на памперсе вот этот вот большой текст просто бы напросто не поместился. Ну и вот так вот я оформила. У нас вроде распогодилось, немножко выглянуло солнышко. И я одела свое вот это платьюшко. Не знаю, одевать мне мой тонкий кардиганчик или так пойдет. Не, я не буду одевать. Ну хотя немножко у нас все равно прохладно. Я поехала сейчас на почту. Ну и все, заодно посмотрим, какой у нас сегодня бензин. Ну и не знаю, поболтаем немножко. Ну в общем, все как всегда, поехали. Ну хоть солнышко выглянуло, а то прям с утра вообще было холодно и жутко. Но дождя у нас нет и не было. А ой, зато какой ветер. Все, я пошла быстренько в машину. Потому что не люблю, когда в камеру шумит дождь. Ой, не люблю, когда в камеру шумит ветер. И мотоциклы, когда проезжают и шумят, тоже не люблю. Бензин. Ойра 94. Я проезжала. И у меня не было в планах заправить машину. Но я увидела, что такой дешевый бензин. А по нашим временам это прям реально дешево. И я решила, надо заправить. Потому что я у нас в деревне еще ни разу не видела бензин, который, когда он был, меньше двух ойра. Сегодня прям я удачно вышла из дома. Мне прям повезло. Посылочку я тоже сразу сдала на почте. В общем, я заправила, не знаю сколько это, 44. 4 литра, что ли, бензина. Заплатила 87 ойра. Почти 90 ойра. Купила вот такое какао. Несклик. Оно сегодня было сколько-то, 20% скидкой. Или, ну, не знаю, не помню. Детям. Мы такое не пьем, это детям. Булочки. Ну, кому не надо говорить. Вы знаете, у нас пропал корм тот, который я покупаю своим собачкам. Они у меня другой не едят. Я покупала вот такой в банках. Фирма одна и та же, да. Но кушать они его особо не хотят. Но я на всякий случай взяла, потому что у меня вообще еще одна упаковка, по-моему, есть. Про запас. А больше нету. И я не знаю. Но если не будет никакого другого корма, может, будет этот кушать. Так, этого тоже осталось. Буквально три банки. Вот три банки я и забрала. Не знаю. Сейчас какое-то такое у нас время. Постоянно чего-то нет. Молоко. Я так продолжаю пить. Овсяное молоко. Сейчас другое молоко не пью. Но я, в принципе, пью только кофе. Кухонные полотенца стали уже по 2,25. Стоили они у нас 1,25, наверное. Вот вам и скажите, какая тут инфляция в 10-11%, когда весь товар подорожал больше, чем на 100%. Яйца взяла тоже, потому что у меня был на них сегодня купон. И, по-моему, 20% скидка. Ну, фрукты. Без фруктов я не могу. Персики. Я так потрогала. И в магазине они мягкие. Значит, наверное, будут вкусные. Абрикосы. Володе сыр такой для бутербродов. Это тоже Володя. Мед. В кофе он его ложит. Вот этот йогурт у меня был в подарок. Но если я правильный взяла, да? Потому что их там три вида. И поэтому я не знаю. Но сильно обезжиренный я не хотела. Я взяла вот такие вот кровосанчики. Ну, тоже нашему сладкоежке. И колбасу. Всё. Вот за вот это всё я заплатила сегодня 30 ойро. 28 с копейками. А ничего... У меня даже ничего мясного нет. А чё я так дорого заплатила? У меня же ничего нет дорогого. Не знаю. Надо чек проверить. Вдруг мне что-нибудь неправильно посчитали. Дома посмотрю. Немножко по комментариям под крайнее видео. Да, вы правы. Что всё зависело больше от той ситуации, куда были высланы родители. Ну, родители... Ну, наши родители. Не, я скажу, не наши родители, а, например, родители моего мужа. Свекровь на тот момент была ещё совсем ребёнком. Их в 1938 году выслали в Казалинск. И они попали непосредственно к казахам. И, естественно, так как свекровь была совсем... Ну, совсем ребёнком, она практически и не слышала эту немецкую речь. Когда они попали в Казахстан, естественно, все старались разговаривать на русском языке. Но, естественно, на немецком там никто не разговаривал. И поэтому, скорее всего, они не сохранили до такой степени немецкий язык. Нет, свекровь... Видно, всё равно она что-то в детстве слышала у неё. Потому что она очень быстро вспомнила язык. Потому что так выучить было... Ну, уже она приехала, ей было за 50-55. Представляете, она была практически в моём возрасте, когда приехала в Германию. А мы тогда были ещё совсем молодыми, юными. Блин, сейчас только мне так это... Ну, такая мысль в голову пришла. И свекровь всегда рассказывала, что она очень любила ходить к одной казашке в гости. Ну, я не знаю, как в гости, или, в общем, не знаю, как она там находилась. Она всегда говорила, что оттуда она не хотела уходить домой, потому что, говорит, у неё были всегда такие вкусные конфеты. И ей они очень нравились, ну, ей они очень нравились. И она не очень сильно хотела уходить домой, потому что дома у них ничего такого не было. И свекровь, да, свекровь у меня тоже знает казахский язык. Ну, я не знаю сейчас на каком уровне... Блин, куда мои ключи делись. Я не знаю, конечно, на каком уровне она сейчас его помнит, но в те времена она неплохо знала казахский язык. Володя, кстати, тоже ну, на каком-то уровне знает, понимает казахский язык. Он очень часто смотрит даже фильмы на казахском языке. Я ещё... Ну, там, конечно, субтитры иногда идут. Я ещё всегда поражаюсь. Думаю, господи, как можно смотреть, ну, кино, когда ты не понимаешь, о чём там говорят. Но мы хоть и учили в школе казахский язык, ну, я вам скажу так, что у нас, по-моему, уже после шестого класса просто-напросто в Казахстане у нас просто-напросто не было учителя по казахскому языку. Нет, у нас был один учитель казахского языка на всю школу. И поэтому у нас просто-напросто не было... Мне кажется, что вот в самом восьмом классе у нас даже не было, по-моему, вообще ни одного... ни одного урока казахского языка. Я не знаю, интересно, у меня стоит оценка по казахскому языку или у нас его просто нет. Ради интереса надо будет тоже как-нибудь заглянуть в свои документы. Поэтому как-то так. У меня тоже была подружка немка, когда я училась в педагогическом. И когда я бывала у нее дома, с ней бабушка тоже всегда разговаривала на немецком языке. На тот момент я даже Володю не знала. Я даже не знала, что у меня будет такая судьба, что я могу попасть в Германию. На тот момент у меня были совсем другие планы. Ну вот совсем другие планы. У меня как-то Германия вообще... Ну, я не знала Володю, и так как мы были русские. Ну, какой русский мечтала Германия? Не, ну может быть кто-то и мечтал, но у меня не было таких мыслей. Я уже дома. Я сегодня ничего еще не обедала. Поэтому хочу себе сделать ленивые вареники с творогом. Ну, я так называю. Я сейчас просто отварю себе вот такие вот спиральки. Пол пачки творога. И немножко, ну немножко сливочного масла. И такой у меня будет обед. И делаю только для себя. Володя такое кушать не будет. Володя, я приготовлю что-нибудь мясное на вечер. Время у меня еще есть, я еще успею. Еще что готовить буду, не знаю, но что-нибудь приготовлю. Так что вот, получается, что свекровь за счет того, что они попали в Казахстан. И старшие дети, которые, ну были постарше, и они слышали немецкую речь, они сохранили. Но они потом и своим детям это перенесли, да. Насколько они помнили, но они хорошо разговаривают. Я знала очень хорошо двух Володиных теток, да, двух. Очень хорошо знала. И я всегда слышала, что в своей семье они всегда говорили на немецком языке. Мои собачки услышали, что я открыла пакет с вермишелью, с макаронами. И сразу все прибежали. И сразу все туда прибежали. Но они уже сегодня получали свои вкусняшки, а на упаковке, на вкусняшках стоит, не больше двух палочек в день. Им рано утром Володя дает, потому что рано утром Володя с ними гуляет. А потом, когда я просыпаюсь, я с ними гуляю, и они тоже знают, что они сначала кушают. И когда им полностью все съедают, только потом я даю им вкусняшки. Все, мои хорошие, вот это мой обид. И все, я все это больше уже ничего не кушаю. Может быть, я еще... Не, ну, фрукты. Только фрукты, и все, и больше ничего. Ужина у меня вообще никогда не бывает. Если я когда хочу кушать, а я как-то... Когда обедаю, ну, вот сейчас у нас уже, ну, два часа. И я когда обедаю в два часа, я уже потом вечером кушать не сильно хочу. Но если... Ну, еще часа в четыре поем какие-нибудь фрукты, ну, какие-нибудь вот то, что купила сегодня. И все. А если когда очень сильно захочется кушать, но мне так не хочется очень сильно кушать, я могу съесть какой-нибудь, ну, вот, натуральный йогурт. Сладкий йогурт, и я тоже не кушаю. Вот и скажите, и худеть я тоже не худею. Вот. Хотя, в принципе, я много ничего не ем. Ну, что это вот? На завтрак я съела один маленький йогурт, тоже с фруктами. Ну, натуральный, тоже не сладкий, но с фруктами. Все, это был мой завтрак. И это вот мой обед, и на этом все. Все, мои хорошие, вот сейчас я буду заканчивать. Всем пока-пока и до завтра. А, все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Забыла сказать. Все, теперь пока-пока.